Моя зарплата составляет 4800 рублей. Но со мной, например, в цехе работал человек, который за такой же объем работы получал 150 рублей. 150! Меня, значит, пытались выпить в рабочую камеру, в которой едут отопления, в которой так холодно, что там скоро заведутся белые медведи. Люди не могут и не должны работать как рабы. Они не должны работать в нечеловеческих условиях. И Трудовой кодекс, и специальный закон закон о профсоюзах в профсоюзной деятельности прямо говорят о том, что я имею право создать профсоюз. Я не могу использовать все возможности профсоюза. Например, повторюсь, провести забастовку. Но, тем не менее, я имею право создать профсоюз. Вся тюремная наша система, она сошла с ума от ужаса после того, как я заявил, что создал профсоюз. Просто потому, что они в этом видят, ну, что прям начнется завтра тюременное восстание. Вы же, наверное, все очень сильно любите нашего национального лидера Путина Владимира Владимировича. Я не очень люблю, но вы, наверное, это любите. Каждого 1 мая он обращается к профсоюзу, он говорит, что какая-то прекрасная деятельность. И что наше государство, Российская Федерация, поддерживает профсоюзы. Я хочу сказать, что, уважаемый суд, моя зарплата составляет 4800 рублей. Я швейдер этих категорий. А вопрос, большая у меня зарплата или маленькая? Ответ огромный по сравнению со всеми остальными. Ну, то есть, по сравнению с вами, наверное, она примерно в 100 раз меньше, чем у вас. Ну, вы все-таки судьи высокого уровня. Но со мной, например, в цехе работал человек, который за такой же объем работы получал 150 рублей. 150. Не 1500, а 150 рублей. 300 рублей, 400 рублей. И это, согласитесь, как минимум создает некую проблему, при которой люди-работники, несмотря на то, что осужденные, то, что я нахожусь в такой одежде, это не лишает меня трудовых прав. Они имеют право обращаться к администрации с вопросами на эту тему. И имеют право объединиться с профсоюзом. Не дали, как сегодня утром. Меня, значит, пытались выпить в рабочую камеру, в которой нет отопления, в которой так холодно, что там скоро заведутся белые медведи. Лично только меня, понимаете? Я хочу сказать, что в отношении меня максимально возможно реализуется возможность трудового права, а в отношении остальных осужденных они даже не могут мечтать о том, что получаю я. Но, тем не менее, даже и меня выгоняет работать в цех, где везде оголенные провода. На этот счет, уважаемый суд, законодатель, будучи очень мудрым законодателем, написал в Уике, что вопросы условий труда регулируются трудовым кодексом. Это было сделано очень мудро, потому что, ну, действительно, раз уж я в такой одежде, я заключенный, ну, какие-то мои права могут быть ограничены. Ну, действительно, я не могу устроить запастовку. Я не могу устроить митинг или шествие. То есть я могу попробовать это, конечно, сделать. Но это пройдет к каким-то последствиям. Тем не менее, законодатель указал, что что касается условий труда, люди не могут и не должны работать как рабы. Они не должны работать в нечеловеческих условиях. И на этот счет у нас есть трудовое право. И не только трудовым кодексом, но и Конституцией установлено, что это просто неотъемлемое право гражданина. Это же прямо записано в Конституции. В том числе, право на создание трудовых союзов. Вот в этом суть нашего спора. Мы говорим о том, что и Конституция, и трудовой кодекс, и специальный закон, закон о профсоюзах, профсоюзной деятельности прямо говорят о том, что я имею право создать профсоюз. Есть отдельное законодательство, которое говорит о том, что я не могу использовать все возможности профсоюза. Например, повторяю, провести забастовку. Но тем не менее, я имею право создать профсоюз. Ответчик нам говорит о том, что есть закон общественных объединений, где написано о том, что осужденные не могут создавать общественное объединение, профсоюз это общественное объединение. Но в этом же законе черным по белому написано, что закон распространяется на те общественные объединения, деятельность которых не урегулирована специальным законом. Ну то есть это, уважаемый суд, не бином Ньютона. Я не понимаю, почему суд первой инстанции и апелляционный суд не видят этих вот просто прямых абсолютных указаний. Это специальный закон о профсоюзах. Там четко написано, кто может делать в профсоюз, а кто не может делать в профсоюз. Мне больше 16 лет, слава богу. Я могу делать в профсоюз. Я гражданин Российской Федерации. Я имею право сделать в профсоюз. Забастовку не могу проводить, но профсоюз делать могу. Вся тюремная наша система, она сошла с ума от ужаса после того, как я заявил, что состав профсоюз, потому что они в этом видят. Ну что прям начнется завтра тюремное восстание. Потому что понимают, что трудовые права осужденных всеместно нарушаются. Но тут вопрос ведь только в том, что они должны выполнять те правила, которые установлены российским законодательством. Мы не говорим о том, что мне, я просто ставлю уважаемую суд в известности, как только я написал бумагу, потому что я планирую создать профсоюз, прибежала вся тюремная делегация с предостережением о незаконности моих действий. Но это просто показывает правовой абсурд, который происходит вокруг ситуации. Я делаю не просто разрешенную, а социально одобряемую деятельность. Козырь моих аргументов. Ну вы же, наверное, все очень сильно любите нашего национального лидера Путина Владимира Владимировича. Я не очень люблю, но вы наверняка любите. Каждого первого мая он обращается к профсоюзам и говорит, какая-то прекрасная деятельность. И что наше государство, Российская Федерация, поддерживает профсоюзы. И я делаю вот эту самую социально одобряемую деятельность. Мало того, мой профсоюз, он же защищает не только права осужденных, но и права в том числе сотрудников СИН. И это, кстати говоря, вызывает особое возгущение представителей администрации, потому что права сотрудников СИН здесь тоже постоянно нарушаются. Вот эти вот всякие инспектора и все остальные, но они же работают абсолютно не человеческих условий. Давайте вернемся в договор инфекционной жалобе к предмету спора. Мне кажется, это все касается предметов спора. Это все касается предметов спора и... Ваша честь, я вас не слышал, я на вас видел микрофон. У нас вопрос правовой. Поэтому с точки зрения... Да-да-да, я уже заканчиваю. Я заканчиваю просто... И толкование... Безусловно. Пожалуйста. Безусловно. Просто если слов не выкинешь, я хотел немножечко... Я просто, по ссылке, нахожусь в одиночной камере все время, я использую любую возможность поговорить. Извините. Я обращаю внимание суда, что суть вот этого правового противоречия вот этой странной реакции ответчика заключается в том, что у них на самом деле много нарушений трудового права. Но это не меняет законодательство. И я понимаю, я отдаю себе отчет, уважаемый суд, что если завтра в нашей тюремной системе появятся профсоюзы, здесь придется много чего менять. Тем не менее, заканчивая, обращаясь к суду, я хочу сказать, что некая объективная ситуация, то есть жизнь тюремная, она, конечно, является жизнью, но она не может просто само по себе отменить то, что написано в Конституции, в правовом кодексе и в законе профсоюзных деятельностей. От того, что им сложно выполнить мои требования, это не означает, что у меня нет права эти требования предъявлять, в частности, создавать профсоюз. Это мое позиционное право. Большое спасибо за то, что меня выслушали. Ну, это, опять же, это абсолютно символическая вещь. Даже если ты сидишь в тюрьме 30-го числа, это означает, да не меня практически, это означает, что когда с утра откроется кормушка и мне поставят миску с миской, я скажу, я сегодня отказываюсь от приема пищи. Это жест абсолютно символический. И как и он был абсолютно символическим жестом, когда это все придумали в 1974 году. Нам во всей этой акции, вот тем людям, которые подписали заявление, нам просто кажется важным именно подчеркнуть преемственность той ситуации, которая была тогда, когда это был именно день политзаключенного. С той ситуацией, которая у нас есть сейчас, когда снова в России огромное количество заключенных уже, я так понимаю, больше тысяч человек. Поэтому не нужно конкретно вот из-за отказа пищи в течение, как знаете, не делайте из еды культа, так и здесь. Не нужно делать культа из-за отказа от еды. Эта вещь абсолютно символическая, жест солидарности, не более того. Никого политзаключенные не будут контролировать отказ от приема пищи вольных людей. Можно это все поддерживать и не отказываться от приема пищи. Но, собственно говоря, если бы я был бы на свободе, я думаю, что, скорее всего, я не стал бы есть в этот день просто, опять же, контролируя сам себя, просто из солидарности. Но при этом я отдавал бы себе очень хорошо отчет, что это немножко странно. То есть, безусловно, это для вольного человека немножко странно, но, как и часто бывают странные те или иные жесты солидарности. Все-таки ситуация довольно нетривиальная. Но это важно. Почему? Если вы посмотрите на то, что происходит с политическими заключенными за последнее время, мы видим тенденцию очень сильно ухудшающуюся. То есть, когда сажали в ШИЗО меня, я сидел в ШИЗО-1. Сейчас всех сажают в ШИЗО. Сейчас приезжают люди и их сразу сажают в ШИЗО. Причем сажают людей, тех, кого невозможно медицинским показаниям сажать. Ну, Горенов. Горенов не может там находиться. Карамурза, ну я же видел сам, когда он приходил ко мне в офис после второго отравления, он ходил с палочкой. Он просто еле ходил. Он не может находиться в ШИЗО? Я провел там более двухсот дней. Я знаю, что это довольно тяжелая вещь. Несмотря на то, что люди пишут, что тут бодренькие посты, ни Горенова, ни Карамурзе там просто нельзя находиться по медицинским показаниям. И это сейчас происходит со всеми. Мы видим эту тенденцию. Их просто сразу всех закрывает в ШИЗО. И, ну, не хочется, как бы, давать дурацких прогнозов, но Карамурзу посадили и Горенова в ШИЗО раз и два, значит, их сейчас перейдут на строгие условия, так называемые. Потом они поедут в ПКТ. Ну, то есть они поедут по всей моей дороге. Довольно тяжело. Потому что, когда говорят, там, сидеть в лагере, ты все равно находишься в бараке. И ты живешь совсем другой жизнью, как если ты находишься в ПКТ или в ЕПКТ, когда ты просто, ну, все время заперт, буквально в каменном мешке. И совсем другая ситуация с едой и с медицинской помощью совсем. Карамурза два дня назад сказал, что ему даже теплую одежду в ШИЗО не дают надевать. Что не дают надевать? Не дают теплую одежду надевать в ШИЗО, Карамурза сказал. Ну, так для этого ШИЗО и существует. Там же прямо написано, ты не можешь пользоваться своей одеждой. Ты можешь пользоваться только одеждой, которая закреплена за ШИЗО. Ну, то есть вот у меня сейчас... Разделать для вас. Вот видите, написано? ЕПКТ. И это не моя роба. Это роба запрещенная за ЕПКТ. То же самое происходит с ШИЗО. Ты не можешь там носить свою одежду кроме нижнего белья. Это роба запрещенная за ЕПКТ. И это роба запрещенная за ЕПКТ. Актное засе bliss Moix譄. нула.